Через этот кабинет за смену проходит до 10 пациентов. За 10-15 минут, которые нужны для процедуры, современное оборудование, сканируют тело человека, выявляя новообразование. А потом, под снимком, специалист сможет вовремя заметить патологию и назначить лечение. Одна из главных особенностей нового высотопольного томографа в качестве его изображений. На них специалист может увидеть самые мелкие новообразования, размером до 3 мм. Но это не единственный плюс, который отмечают специалисты. Запустили радионуклидные исследования сейчас в онкобольнице, как метастазы, чтобы найти и так далее, потому что там сканируется все тело. Вот на этом аппарате это можно делать тоже, не вводя радиофармпрепарат. Чаще всего на МРТ исследования записываются пациенты с проблемами позвоночника. Что касается позвоночника, отдела позвоночника, то это, скорее всего, остеохондроз, как раз вот осложнение, выжимый. МРТ в Соловьевку приобрели за 52 миллиона рублей на средства из федерального и областного бюджетов. На сегодняшний день это самое современное оборудование, которое есть в России. Еще один подобный томограф есть в 8-й больнице Ярославля. Однако сейчас он нуждается в ремонте. Выручает этот. За два месяца порядка 300 исследований уже было сделано. Поэтому мы видим, что аппарат не просто непростой, а он работает, там, две смены, что называется. Невозможности получить данную услугу на сегодняшний день нет. Всего на медицинское оборудование для Соловьевской больницы в прошлом году было выделено 175 миллионов рублей. Кроме МРТ-томографа на эти деньги закупили больше 160 единиц необходимой техники. Андрей Децель, Георгий Иванов. День в событиях.